Десятый юбилейный Чебоксарский кинофестиваль подходит к концу. Вчера зрители и члены жюри знакомились с двумя конкурсными картинами «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова и «Глянец» Андрея Кончаловского. Кроме того, в рамках фестиваля состоялась творческая встреча с Дмитрием Перкуловым и ретроспективный показ киноленты Адрона Кончаловского «Сибириада». Вместе со зрителями погружалась в мир кино и наша съемочная группа. Время – 12 ночи. В такое время не спят только любители ночной жизни и мы – киноманы. Сейчас заканчивается четвертая серия «Сибириада» Кончаловского. Пошли досмотрим. В Советский Союз – 20-е годы. В глухой сибирской деревне живут две семьи, подобно Монтеке и Капулете, враждующие друг с другом. Молодое поколение вырастает, храня незыблемые идеалы предков. Многолетняя вражда утихает лишь к концу кинолента. Когда между представителями двух родов вспыхивают чувства. «Сибириада» включает в себя четыре фильма. В этом фильме свою первую роль сыграла Елена Коренева. Роль юной Тайи Соломиной принесла ей широкую известность. Я буду ждать тебя всю жизнь! Если на открытии «Яблоку» негде было упасть, то к концу четвертого фестивального дня зрительные залы заметно поредели. Остались самые стойкие, смеются организаторы. В их числе и «Павел с Анастасией». «Сибириада» стал четвертым по счету фильмом, который ребята успели посмотреть за эту неделю. Мне понравился фильм. Он грустный, правда, в некоторых моментах. До этого я его очень давно в классе 8-9 смотрел. Так что толком ничего не помню, на самом деле. Сейчас смотрю, прям погружаюсь, очень интересно. В этот же вечер на суд зрителей была представлена драма Александра Прошкина «Райские кущи». Переезд в элитный район, карьерный прорыв и возродившаяся страсть в отношениях с женой. Топ-менеджер Виктора сыпан подарками судьбы. Однако принять их так просто Витя не может. Мешают муки совести и ностальгия по старой, не всегда сытой, но счастливой жизни. Что же важнее – чистая совесть или внешнее благополучие? Эта мысль красной нитью проходит на протяжении всего фильма. Фильм понравился тем, что показывает реальность, то, как молодые люди живут, стремятся, бегут за чем-то, добиваются успеха какого-то, а ценности жизни где-то упускают, наверное. Смысл жизни, получается, ускальзывает у них, ускальзывает. Продюсер киноленты, он же член игрового кино Дмитрий Перколов. У него свое видение того, каким должно быть хорошее кино. Вы выходите из кинотеатра и думаете об этом, думаете, приходите домой, пьете чай, смотрите программу новостей, потом опять думаете о фильме, потом ложитесь спать, потом опять думаете о фильме, значит, фильм хороший. Если вы смотрите, выходите из кинотеатра и через 15 минут забываете, что вы смотрели, значит, фильм плохой. Какие киноленты понравились Дмитрию Перколову и другим членам жюри, можно будет узнать уже завтра. В два часа в Чувашской государственной филармонии состоится торжественное награждение победителей. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Отопительный сезон в Чебоксарах и Новочебоксарске завершен. На днях его итоги подвели энергетики.